Всем привет! Подскажите, нормально ли слышно и нормально ли видно? По идее, должно быть все норм. Сейчас мы еще подождем, есть 3 минуты, если кто не успел закинуть. Дайте знать, все ли ок, все ли работает. Александр, привет! Видно и слышно? Ну и отлично. Значит, у нас была домашка, посвященная редизайну странички меню Arbis. Я посмотрел, ну естественно посмотрел все выполненные работы, их пока 5. Вот, и там есть определенные пожелания ребятам. Сейчас мы к ним придем, еще одна минута. Саша, привет! Да, новый стрим, теперь все домашки мы переносим на YouTube. Я буду давать заранее ссылки и потом выкладывать записи стримов. Значит, во-первых, эта задача, ну типа, кажется простой, ну или по крайней мере понятной, но там есть свои приколюхи. Вот один человек условно справился, ну не справился, но привнес интересность. Ну вот, а про остальные я расскажу. Все, норму гоу. Еще одна минута, меньше минуты, сейчас мы дождемся, потому что вдруг кто-то в последнюю минуту вот уже можно начинать. Не так. Значит, первое... Первый автор. Здесь ноунейм. Видно сразу по заголовкам, кто... Кто о чем думал. Первые два ноунейм. Потом третий автор как-то обозвал, чтобы обозначить проект. Опять ноунейм. Хотя вот там есть домашка 19, как бы полу ноунейм. И третье подписано, вот прямо авторство, не знал домашка, вот этому автору лайк за то, что подписал страничку. Значит, здесь интерактивный макет по наведению, оно все, значит, прыгает. В целом, идея того, что это такой горизонтальный скролл, мне понравилась. То есть в этом есть какая-то приколюха. Ты как будто в таком супермаркете ходишь. Вот. И то, что оно разбито на такие плитки, где показаны там приоритетные. То есть, например, основное и десерты там условно заказывают больше или интересуются больше, они крупнее, какие-то помельче. Вот эта история классная. То есть само направление, оно дико лайк. Оно и не доработано, оно еще сырое, но как направление прикольно. Во-первых, по анимации. Она слишком суетливая. Я бы делал, оставлял все-таки посередине продукт и слегка его призумливал очень мягко по наведению. Потому что сейчас, вот здесь, когда фреш-маркет, вообще непонятно, что там торчит. То есть просто какой-то кусок. И слишком много прячется. Вот здесь тоже какое-то комбо. В данном случае фри вообще не видно. Поэтому я бы ставил все это по центру. Второе. Мне не нравится view all, view all, view all, view all. То есть теоретически понятно, что это вход в меню. Я бы не ставил бы вот эту view all, view all. Потому что... Потому что почему? Да, потому что это просто повторяющаяся рябь. Я сразу напоминаю, если у вас что-то повторяется, уделите этому внимание, чтобы как-то избежать. То есть если у вас есть какие-то навязчивые повторения, особенно странно то, что view all скачет, где-то оно от заголовка отступает на столько, где-то дыра побольше, где-то еще больше. То есть оно просто еще и скачет. Я бы его убрал. Нет никакой необходимости. Верхнее меню, ну оно слегка сыровато, но в принципе хочется логотип сделать крупнее, унести его над черной плашкой, а меню стартануть вот как раз отсюда, от начала меню. Это было бы, ну по крайней мере, логично. Но, а, ну еще да, значит, во вторник выйдет мое прекрасное видео про композицию, и там буквально чуть ли не первая история. Это про то, что нужно помнить про теорию близости. Сейчас от края поля до сайдс меньше, чем от сайдс до начала слова снэк. Таким образом, у нас эти два слова отдельно, а это должен быть единый блок. Здесь еще нормально, но просто за счет кегля это все уменьшилось. А вот здесь баг. Это надо исправлять. Ну а в целом, типа, вот, за направление 4, потому что это пока еще сыроватая история. Александр Микеладзе пишет, выполняя ДЗ, понял, что 10 неудобная цифра. Что такое 10? Так, второе. Который HV Никита. Значит, вот у нас исходник. Сразу там прикидываем. Мне нравится, что здесь исчезли некие разделители. То есть, условно, вот здесь у нас это как такой набор карточек, а здесь без вот этого украшательства. Но за счет слишком плотной сетки оно получилось, честно говоря, очень душно. И еще этой душности добавляет такая вот огромная плашка с цифрой. Значит, что здесь, что можно сделать, чтобы исправить? Во-первых, снизить количество графических и изобразительных средств. У вас где-то серенький шрифт, где-то черненький шрифт, здесь там болдовый шрифт. То есть, это все очень большие наборы форматирования. И плюс они еще повторяются в меню. Может быть, что-то надо было сделать, чтобы все-таки название продукта не было названием меню по виду оформления. Плюс у вас еще наверху вот здесь, естественно, какой-то там третий шрифт. Короче, очень много разных шрифтов. Во-первых, надо сократить количество вот этих историй. И потом я вижу, что здесь показано не общее меню, а уже как бы следующий мы провалились в Mills. И это нам сообщает такое вот едва заметное подчеркивание в очень длинном списке меню. То есть, хочется вот это меню, раз мы уже в нем находимся, как-то поактивнее выделить. И смущает, что вот здесь меню подчеркнуто красным, здесь меню с одной толщиной, здесь подчеркнуто другой толщиной черной. Это все не то. Ну, можно еще было сделать по наведению, чтобы что-то появлялось, но я так понимаю, что вот внизу показано, что происходит по наведению. И выглядит это не очень. Потому что, во-первых, я себе представляю, как это будет как домино рябить при наведении. Во-вторых, сама вот эта тенюшка грязевая нужно вам поработать над оформительскими темами. Пока слишком плотная история и немного неряшливо оформлена. Что еще может улучшить здесь тему? Попробуйте сделать какие-то, чтобы занимало два блока. Например, какую-нибудь там, сейчас я посмотрю, там везде 25-50. В общем, какую-то взять позицию и прям пусть она займет два блока. Тогда у вас появится блок, во-первых, текста чуть-чуть шире, это разнообразит. И пусть у вас, например, на каждые две строки появляется вот по одному такому красивому выделению. Тогда появится какое-то разнообразие. Потому что сейчас первое, что я вижу, это цена-цена-цена-цена-цена-цена. Потом картинка-картинка-картинка-картинка-картинка. И такой плотный, едва читаемый набор текста. Потому что у них используется конденс, его довольно сложно читать. Это все еще как бы дизайном усложняется. Вероятнее я бы еще сделал бы там, скажем, не пять колонок, а четыре колонки. Тогда бы расстояние между вот этими блоками было бы посвободнее и как-то вот поприятнее. Вот эта дырка, которая образуется за счет очень странной верстки огромного кирпича с ценой и очень мелкой подписи, которая явно не на своем месте, ее хочется унести. Либо под основной заголовок, либо после описания. То есть ей не место вот здесь в пустом мире после кирпича. Ниже есть артборд. Да, переключаемся. Здесь чуть-чуть лучше, но вот обратите внимание, что абсолютно разная тема с фотками. То есть прямо вот эта крупная, вот эта помельче, эти еще помельче. Непонятно, где какая фотка заканчивается. Вот этот обрез очень сильно ломает картину. Что бы я здесь порекомендовал? Вот здесь можно дать, например, для каких-то больших позиций попробовать дать легкое там буквально 2% затенения, чтобы не обрезалась вот так вот некрасиво фотка. То есть она сейчас, причем она единственная, которая как-то справа обрезается. Вот этот кроп очень некрасивый, неприятный, потому что он, вот это все сливается сейчас в единую какую-то штуку. То у вас цена слева, то у вас цена снизу, то у вас цена справа. Это, ну, направление правильное, то, о чем мы в предыдущем говорили, но нужно все-таки систематизировать, что вы хотите сделать. Если мы размещаем слева цену, значит слева. Калории тоже вот эти съедают, ненужное место некрасиво. Фотка здесь какая-то огромная, причем абсолютно не аппетитная, потому что показан какой-то не до конца внятный фрагмент. Вот так. То есть здесь такая вот, типа троечка, что-то такое. Здесь у нас... Сейчас проверим. У меня здесь только один. Мне хочется внутренние поля каждого блока здесь сделать меньше. Сейчас я попытаюсь сформулировать, почему. Да потому что вот все фотки, для того, чтобы их как-то разместить более-менее по центру, вам приходится, естественно, вылезать какими-то фрагментами, какой-то там вот кольцом лука или чем-то. Вот вы практически залазите на территорию другого блока. Поэтому, чтобы вот этого залезания не было, нужно это все дело поджать немножко вовнутрь. И причем, я уверен, что это можно спокойно сделать, потому что названия там, заголовки позволяют. Так, Криспи Чикен. Здесь его получается как бы нет. Вот смотрите, я сейчас объясню, почему мне вот это. Оно в целом как бы, ну окей, направление, да, но очень сыровато. Я сейчас объясню, почему. Вот здесь автор придумал какое-то направление, которое вот можно, прям понятно, что вот имелось в виду. Хочется туда идти, развивать, улучшать и так далее. Здесь, по сути, не решена никакая дизайнерская задача. Ну, просто переверстана внутри сетки с тем же подходом переверстана их их меню. То есть, вот этой единицы смысла здесь нет. И вот это смущает меня больше всего. Можно, конечно, сейчас прикапываться ко всяким там расстояниям, поля, ла-ла-ла, но это не важно, потому что здесь тоже можно к этому прикапываться, и я прикопался. Но там мне понравилось направление. То есть, что-то добавилось, то есть, дизайнер решил какой-то, каким-то интересным ходом решил задачу. Здесь этого нет, а очень хочется. Поэтому наверняка вы себе поставили некое условие, что я буду оставаться в рамках стиля и прямо не трогать, но тогда и смысла в этой работе нет. Всегда залезайте на территорию, на шаг дальше вперед, потому что тогда в этом имеет, ну, в этом есть какой-то смысл. Обязательно сделайте чуть больше, добавьте единицу смысла, добавьте какую-то идею, которая бы подняла на уровень выше вашу работу. сейчас вот как бы ничего не произошло. Вот такое ощущение. Поэтому здесь типа такая условная троечка. Всегда пробуйте подходить к задаче, как будто она новая вообще. Здесь. Ну вот здесь автор чуть-чуть отошел от 10 Александр пишет 10 позиций верстать неудобно, либо 2 столбика ряда, либо по 5, либо 3, по 3. Ну, дизайн вообще, да, неудобная вещь. Значит, здесь тоже автор, вот он попытался отойти от какой-то той их привычной, привычному стилю привычной верстки и сделал все крупно, болдово, это лайк. За идею показывать прям крупняком мне вот это очень нравится в сравнении с этим. Здесь 5 мелких, а здесь 3 крупных прям вот, ух, мне уже хочется. Но сверстанно пока все очень неряшливо, потому что все это скачет. Во-первых, заголовки скачут, вот эти карточки, они друг на друга, то есть они, я понял идею, что это как а-ля такой пинтерест, но пинтерест заточен под то, чтобы вы смотрели как бы поточно, то есть вот там ввели какое-то название и таким потоком пошли. А здесь мне нужно понять, что там, ну то есть типа, что это за крылышки, чем они посыпаны, что здесь внутри. И глаз здесь непоточная немного история. Из-за этого вот создается такой скачок шумности какой-то или что-то такое. И плюс здесь пока непонятно как, но может быть, раз вы уже пошли вот в болдовую тему, то есть крупно все прям вот между там после шести карточек показать одну карточку крупно, прям вот такая она вовсю горизонталь, это было бы клево. То есть это было разбивало, так у меня сейчас камера выключилась, сейчас мы ее включим опять. One moment. Сейчас посмотрим, она включится или не включится. Техно порно. Если она сейчас не включится, то в общем, наверное, можно и без нее. Давайте попробуем без нее, раз она не хочет включаться, я ее пока отключу здесь. Вот, и это можно было бы прям сделать вот такое направление болдовой. Обсуждать тоже пока вот эти все штуки типа там кегли, но оно очевидно не в стиле их, потому что здесь такой типа американский брусковый гротеск, а дальше пошел такой типичный современный немножко гельветикообразный, не попадание в стиль, то есть вот у меня сейчас ощущение, что вверху что-то одно, one moment, что-то включилось, не включилось, не включилось, вверху попадание типа про американскую историю, а внизу про какую-то уже другую. Так, я по-прежнему пытаюсь включать мою камеру, она все время не включается, ну, значит не судьба, короче. Здесь, да, я сейчас за... Короче, здесь я ставлю так, типа тройку, ну, окей, тройка плюс за направление, которое можно было бы развить, это вот эта болдовость. И последний макет, который тоже не кликабелен, плюс вот эта шапка цепляется, она прилипла, то есть мы закрываем меню, ну, окей. Обращайте внимание на такие вещи, потому что если вы показываете клиенту потом, и он вот так сидит и листает, это, в общем-то, неприятная ситуация. Вот сетка из четырех мне нравится больше. Специальные рамочки, ну, не знаю, ну, наверное, окей, их можно сделать в два раза прозрачней, сейчас слишком активные. Вот эта идея показывать количество 33, она прикольная, и ее бы на самом деле даже сюда вставить можно было. Но есть проблема, что вот эти стрелочки повторяющиеся, вот это 33 в виде индекса, это все мелкий шум, который кроме шумности больше ничего не делает, то есть это просто начинается все рассыпаться из-за таких вот мелочей. Стрелка здесь ничего не говорит, она, что мне вправо, куда вправо, что вправо. Look More это неприятная кнопка. То есть короче, я сейчас объясню. Можно было бы сделать горизонтальный скролл, чтобы я прямо не отходя от кассы скроллил, это было бы логичней. А вот эти вот, когда закрывают ролеты, в каждой, вот я только собрался посмотреть, 4 штуки показали, ролет закрылся, 4 штуки показали, ролет закрылся. Это с точки зрения usage не очень приятно. Ну, покажите там 8 хотя бы, чтобы я понял больше контекст, но в принципе там горизонтальную еще листалку я бы как бы там пережил. Но Look More это прям совсем нет, плюс кнопка апдейта на ней, иконка апдейта какого-то, рефреша, вот это все сбивает с толку. И дальше, почему это еще все рассыпается, из-за того, что разные, слишком большой интернильяж, немного все из-за этого летает. Короче, вот вы, когда посмотрите мое видео там про композицию, я затрагиваю эти вещи, здесь белое пространство не работает так, как оно должно работать. оно работает в худшем смысле, посмотрите вот здесь что происходит, когда у нас нет там эксклюзив, которая выглядит как кнопка, что ли, нажать на нее можно, когда нет у нас больше ничего, и вот здесь образуются такие пустоты, они очень неравномерно образуются в рамках даже одной полоски, и потом разное форматирование, где-то там у нас серенькое, где-то у нас красненькое, где-то у нас жирное, черненькое, вот это все создает больше шума, шумности. Что бы я предложил? Избавьтесь от всех мелочей, особенно повторяющихся, вот этих стрелочек здесь не нужны, они, во-первых, неправильны, во-вторых, они мешают, мешают понять, может быть, попробуйте скролл какой-то сделать, здесь еще показать справа карточку, намек на то, что можно скроллить, и тогда, ну и почините, да, баннер, и тогда может быть, но по сравнению, например, вот с этим, здесь чуть-чуть поприятнее, тоже там поставлю три с плюсом, но сразу скажу, что вам нужно научиться работать с белым пространством, обязательно посмотрите видео про композицию скоро, белое пространство это ваша прямо проблема, вы не совсем понимаете пока, как им оперировать, как сделать так, чтобы оно работало в вашу пользу, сейчас в этом большая проблема, на сегодня все, ребята, спасибо, я что-то посырю, у меня эта камера, может быть, из нагрузка на видеокарту, я не знаю, она прямо отключается иногда, и мне это не нравится, я опубликую скоро следующее домашнее задание, интересное, прикольное, и готовится еще несколько прикольных видосов, поэтому следите, все, теперь домашка, напоминаю, переходит у нас в YouTube, всем ребятам, которые, кстати, сделали, огромное спасибо, тренируемся дальше, и дизайнем дальше, всем спасибо и пока пока, Продолжение следует...